Это ажиотаж на амуницию. Верцы, верхние одежды, горьки. Скажите, как много людей приходит, на что сейчас, чего не хватает, что есть, что в наличии, что с ценами, менялись ли цены? У нас цены не менялись. Мы абсолютно, какие были, такие и были. Зимняя обувь, рюкзаки риговые, лучше, конечно, с жесткой спиной. Тактические перчатки, наколенники, налокотники. Это то, на что спрос? На что спрос, да. С чем связано? Отдельное белье. С чем связано, как вы думаете? Спрос. Люди стараются одеться, не знают, наверное, что у них впереди. Мало ли что пригодится, стараются себя как бы... Вы связываете это с мобилизацией? Ну, конечно. Конечно. Все только для этого собираются. Много людей в день приходит вообще? Много. Сейчас уже ничего нет, ничего не осталось, поэтому в основном все звонят и приходит так же много. В принципе, у нас много ничего этого и не было. Мы же к этому не готовы. У нас это покупается, ну, от силы, один, три-четыре раза в год, поэтому у нас большого-то нет запаса вообще чего. Для мобилизации? Да, то есть, что, какая остановка? Объездили, сколько магазинов, сколько... Снять вещей нету. Нет, в магазин? Ну, нет. Почему? Горки купили, еще что-то купили тогда. А чего нет? Для гневки, горки нет практически вообще ничего. То есть, нету спецобмундирования. Спецобмундирования вообще нет в магазинах. То есть, собираем ребят, в принципе, по факту из того, из чего есть. То есть, на коленниках, на цесорах, на птишке. Шмотка есть? Ценники сначала подняли, но сейчас вроде как они начали чуть-чуть падать, но все равно они не соответствуют тем ценам, которые были до этого. Поэтому такая обстановка. Ждем лучше. Ждем лучше. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Что в основном берут, что спрашивают? Спальные мешки, большие рюкзаки. Потом карематы берут, тактические перчатки берут, форму берут. С чем связаны? Ну, как говорят, мобилизация. Сейчас что с наличием, с цены, например, будет? Цены, в принципе, на том же уровне остались. По наличию мы сейчас практически половину людей отправляем обратно. Продолжение следует...